Друзья, вот я обращаюсь к тем невротикам, которые пытаются найти ответ на такие вопросы, для них жизненно важные. Не сойду ли я с ума? Почему я так думаю? А почему у меня навязчивости? А почему у меня паническая атака? И так далее и тому подобное. Ну, в принципе, когнитивно-поведенческая терапия пытается ответить на эти вопросы и в какой-то мере отвечает. И мы с вами разберем. И этот вопрос прежде всего надо понять. Вопрос. Потому что часто вопрос такой общий, что на него можно только давать расплывчатый ответ. Мы купируем вопрос, конкретизируем его и найдем конкретный ответ. Но что я сейчас хочу в этой реплике сказать моим дорогим невротикам? Друзья мои, вы пытаетесь каждую минуту рефлексировать, обсосать этот вопрос. Почему? Юрий Николаевич, докажите мне, что все-таки я мысленно не сойду с ума. Но почему? Ведь если я это придумываю, и у меня повышенное давление, или там паника, или сердце бьется, значит, я мыслью могу испортить свой мотор с сердца. Я, значит, мыслью могу порвать свои сосуды. Значит, я мыслью могу с ума сойти. Друзья мои, чтобы с ума сойти, ну, прежде всего, найди с того, с чего ты хочешь сойти с ума. Ну, это шутка. Поймите, мысли, они часто портят нам жизнь. В каком смысле? А то, что мы живем в той виртуальной реальности, которая у нас в голове. И вот мы насадим каких-то зеленых человечков или каких-то фантомов в своем воображаемом мире и сами себя пугаем. Ну, ограничивается общение, мы начинаем об этом думать, эти навязчивости прилипают, мы все время это обсасываем. Потом приходим к психотерапевту, он поговорит с нами, ну, грубо говоря, подрочит нам вот эту мозоль. Вот мы возбудили эту мозоль про эти человечки, у нас, ну, мы не можем все время быть в состоянии возбуждения. У нас падает это возбуждение, мы облегченно идем от психотерапевта. Он нас понял, какой он замечательный. На ему 35 тысяч. Это я Степанова, Вероники. А потом-то он приходит домой, у него опять это эмоциональное возбуждение нарастает, мысли начинают бродить. Опять, опять мастурбация. А я вам говорю, друзья мои, я вам расскажу немножечко по полочкам. Вы же не психологи, вас на психологов не собираюсь учить. Расскажу, где, как и почему. Но условно, как говорится, только букварь. А в основном-то я буду вас учить правильно жить. Ну, вы скажете, не учите нас правильно жить, лучше помогите материально. Да вот фиг вам правильно жить и материально вам будет хорошо. А самое главное, качественно будет хорошо. Поймите, вы разучились качественно жить. Вы разучились радоваться этой жизни. Вы спросите себя, а вы радуетесь этой жизни? Да ни хрена. Если мы будем рассуждать, почему вы не радуетесь этой жизни, так как унтер-офицерская вдова. И кофе будете пить без удовольствия, сексом будете заниматься без удовольствия, да и на солнце будете смотреть, как будто оно вас хочет спалить. Друзья мои, мы с вами будем учиться качественно, наполненно, радостно, с азартом. Может быть, иногда с какими-то выкрутасами жить, чтобы кровь бурлила у вас в направлении какого-то подъема, а не мастурбации вашего чирия, чирия навязчивости, чирия фантомов. Не ищите черную кошку в темной комнате, где ее нет, еще китайцы говорили. Так что, друзья мои, хотите, идите дрочите за большие деньги. А я буду вас учить. Но учеба – это последовательный фитнес. Фитнес психологический, где мы будем разбирать, почему и для чего. Фитнес поведенческий. Мы будем менять свое поведение. И в конце концов, вы после фитнес-зала выходите здоровеньким, бодреньким. И после моего психологического фитнес-зала вы выйдете с азартом, с наслаждением, с какой-то жадностью жизни. Вот такой жадностью жизни, как я жаден до этой жизни. Друзья мои, я вам все-таки расскажу историю. Историю мальчика Юры Левченко с 9-летнего возраста. Поучительно, наверное, будет. Я приготовлю вам этот ролик. Продолжение следует...